Племя Аллат-тюркский народ Аллат, Акаалана, Алла, Алла-Чин, Аллахчин, Алчин, Алчи, Алла-Энтли, Улын-Длук, Пегая-Лошадь, Пинта, Бома-Пегая-Лошадь, Лай, Хилан, Хела, Белая, являются один выступ тюркское племя, известное из китайских летописях Аллат. Возможно, были идентичны Алла-Эс, среднеазиатские люди, известные средневековые арабские и персидские мусульманских географов и в Бактрии надписи, литература на Аллате очень богата. Аллаты были предметом изучения Таншум, Дзю Таншум, Танху Яа, Эн Я, Бичурин, С.Е. Малов, Н.А. Аристов, Григорий Грунга Шимайла, Ю. Немет, Дж. Хаорт, П. Пелиот, Эль. Хамбис и другие. В древнетюркской лексике значение Пегей, Лошадь, выражается терминами Алла или Аллахчин, которые все еще используются в сложных выражениях. Тану Яа упоминается сразу после племени Ашина, племя по имени Гилу Ожи, Я, средне-китайский З.С. К.Т.Л. Ч.Н.А. Ч.Я. Тамга изображается как Аллачин Гилачи 27.Зуев.ГИФ. 6. Зуев воспринял это как вариант ЛУОЖИ, предположительно из-за МС Аллация, и утверждал, что это самая ранняя передача и, безусловно, восходящая к Аллахчину, Аллачину, Аллчину, Аллчи. В период Тан китайские летописцы называли это не Малат Бома Пегей Лошади. В другом месте, Зуев заявил, что иногда племенное имя Алла, меньше чем Аллат, меньше чем Аллат, меньше чем Аллат, меньше чем Алла на Пегой Лошади. Записывается иероглифами Аллаи, Аллаи меньше чем Аллоя, что эквивалент на Илан, больше чем Аллан Алла Пегей, пестрый, смешанный. 9. Однако в новой книге Тан отмечается, что Аллаты и киргизы говорят на разных языках, поскольку Агузское, Туркменское, племя Аллаэнтли имеет ту же Тамгу, что и племя Бома, Аллат, и название которого также переводится как Пегий Конь. Зуев уверен, что Аллаэнтли – это то же племя, что и Аллат. Китайские транскриберы также сохранили много подобных титулов, индивидуальных и племенных имен в обществе Синьбэй, где лошади были в почете. Племенное название Хилан, точка запятой отдельные имена, такие как Ксион Гнушанью Аллаи Тау, точка запятой Тагон Принц Аллау Тау, точка запятой второй сын вождя Тифусюн Нулюху Аллау Тау, точка запятой Синьбэй генерала Северного Вэга Ахуания зовут Хюлиухун, запятая Аллау Тау, запятая Хюлиу Тау, точка запятой титул Алла Жан, записанный в Нан Кишу, телохранителей, Сан Ланг, служивших императором Северной Вэй в пятом веке. По словам Питера Аботберга, титул Хилажан транскрибирует несомненно отлачен всадник Ат-ТК. Ат-Ла садится на коня, таким образом, чисто турецкая форма в Т-Апострофа Па. Все эти вышеупомянутые имена и титулы восходят к тюркским или туркомонгольским ат-Лан ездить верхом от лошадь, тогда как Алла-Ла или Аллу-Ту означает пестрый, пятнистый или пегий. Таким образом, описывая предпочтительный окрас, а, шерсти боевых коней кочевых северян. Этноним Алят может быть рабичезет, как Халаджи или Калай на персидском, арабском и Бактрии источников, соответствующие Хон, да, Лу-Ожи, меньше чем А, дать, Лачия, или Ги, да, Лу-Ожи, больше чем Кать, дать, Лачия, которые, в свою очередь, являются вариантами Ги-Лу-Ожи. Согласно новой книге Тан, Об. 217, Бома Белая и Лу-Ожи соседствуют Е-Эгу, то есть Ениси Кыргизы. Арабский географ Али Дреси зафиксировано, что Зимний квартал и замок Халаджи находились недалеко от Кимеков, которые, в свою очередь, жили в бассейне Иртыша, к северу и, или западу от Киргизов. Таким образом, исходя из географического расположения, Бома Белая и Лу-Ожи, то есть Аллаты, может быть тем же самым, что и Халаджес. Тундянь приукрасить Хилан просто как лошадь в древне-тюркские иоанны карты и отчеты пефектур и уездов приукрасить Хилан как пегой лошади. Здравствуйте! Подписывайся на канал, нажми на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok